Адвокаты отстраненного от должности генпрокурора Александра Стоиногла заявляют, что все судебные действия в отношении их подзащитного незаконны. Они снова обратились в генпрокуратуру с просьбой изучить все обстоятельства и предпринятые правовые действия, чтобы убедиться в невиновности главы прокуратуры и освободить его от уголовного преследования. Адвокаты Стоиногла заявили на пресс-конференции, что решение высшего совета прокуроров обжаловали в апелляционной палате в день вынесения, то есть 5 октября. Адвокаты говорят, что это обстоятельство не учел прокурор, поэтому защитники подали повторное заявление. Адвокаты подчеркивают, что уголовное дело в отношении Стоиногла было возбуждено всего через 2 часа после решения высшего совета прокуратуры, исключительно на основании материалов из СМИ, и ни по одному из 5-ти пунктов обвинения нет доказательств. Адвокаты и другие ситуации вынесут в виду характеру тенденциозу скопу для обвинения пресс-конференции прокурору-генералу, для обвинения предпринятых инфракций, для обвинения, для обвинения пеналов, абсолютно абузива, и для обвинения пресс-конференции прокуратуры. 5 октября ВСП принял к сведению уведомление депутата ПДС Лилиана Карпа с просьбой расследовать информацию из СМИ о предполагаемой причастности генпрокурора к незаконным действиям. После этого Стоиногла объявил о пресс-конференции, но был задержан на 72 часа сотрудниками СИП. Впоследствии был выдан ордер на домашний арест. Александр Стоиногла не признает себя виновным и заявляет, что его дело носит политический характер. В свою очередь антикоррупционная прокуратура в своем заявлении отметила, что в деле Стоиногла были применены стандартные процедуры, основанные на положениях закона. Также в документах обещают по мере возможности проводить следствие транспарентно.